Я хочу начать записывать такой цикл видео, в которых я буду рассказывать некоторые расстановочные истории, просто для того, чтобы, во-первых, кого-то познакомить с этой информацией, больше объяснить, возможно, кому непонятно, что это такое, для чего нужны расстановки. Ну и во-вторых, в этих сюжетах наверняка кто-то узнает себя, потому что, в общем, истории эти во многом похожи. Вот, например, недавно я расставляла ребенка, то есть мать, ребенку 10 лет и очень большие проблемы с почками. Причем как-то выяснилось вдруг, никаких не было, ничего не предвещало, и вдруг оказалось, что вот они в больнице и три недели, и как-то их там не выпускают и не обнадеживают, потому что вот прямо диагноз такой, то есть почки не работают, неправильно работают. Мы стали расставлять, и выяснилось, что у предков там всякие разные истории, ну вот, например, мама, или там бабушка этой девочки, она сама, когда была ребенком, она потеряла маму свою, то есть это были какие-нибудь там, наверное, 40-е, я не знаю уж, какие там годы, да, то есть это вот, может быть, 20-е, может быть, 40-е. Вот, в общем, мама умерла, и девочка осталась без мамы, и у нее был папа и братья-сестры, и они, значит, папа женился на новой женщине, и там появились еще другие братья и сестры, они уже, кажется, были, в общем, я там тоже этих подробностей не знаю, но смысл в том, что потом у этой же девочки на глазах какие-то умерли ее братья как раз, ну, то ли голодные годы, то ли что-то там еще, какая-то проблема. Вот, и получается, что вот это сейчас уже взрослая женщина, это бабушка этой девочки, она всю жизнь прожила вот с тем, что вот поставьте себя на место там 10-летнего ребенка, сначала у вас умирает мама, потом у вас появляется другая мама, которая к вам, в общем, хорошо относится, но это другая мама, да, и потом у вас умирают еще какие-то дети, вот, с которыми вы живете, то есть это братья от болезни или от голода, я не знаю. И это, конечно, формирует очень большой клин в сознании, когда там еще какие-то фразы были такие, что вот эта девочка, бабушка, когда была девочкой, она хотела уйти к маме, она просила маму забрать ее к себе, и, конечно, это все закладывается, конечно, это все где-то формирует такой очень большой пласт, то есть если вы знаете мифы древней Греции, например, да, вы знаете, что Афродита, она там, не знаю, родилась из морской пены, то здесь это такой же миф, только семейный, и он еще и основан на верных событиях, но я имею в виду, что он пересказывается, как какая-то такая мифологема, и эта девочка, которой 10 лет, которая уже внучка, она подсознательно готова уйти, то есть умереть. В расстановках это часто, в общем, частый сценарий, когда на место, вместо умершего родственника, кто-то как-то подсознательно транслирует такую позицию, что заберите меня, она совершенно бессознательна, она совершенно, то есть если человека спросить, это взрослые люди тоже так делают, такие, знаете, есть установки о том, что у нас в роду мужчины умирают в 50 лет, и мужчина уже наш современный живет с этой установкой, что, наверное, в 50 лет он умрет, кто-то в 40, и действительно такое тоже может произойти, и потом говорят, что, ну он же так и знал, он всю жизнь говорил, что он умрет в 50 лет, и он в 50 лет, не знаю, там, или тонет, или там как-то падает, или от болезни, но так или иначе задачу он эту выполняет, действительно умирает. Так вот это можно расставлять, это нужно расставлять. Чем раньше вы это расставите, то есть, например, программу про умереть в 50 лет, конечно, если вы ее расставите в 30 лет, будет значительно лучше, чем если вы начнете ее расставлять в 49, ну и в 49 не поздно, если это еще не рак. Буду какие-то еще истории рассказывать, сейчас пока закругляюсь. Субтитры создавал DimaTorzok